всем привет я Сергей из Флориды и я хочу поговорить об аневризме аорты только что посмотрел сюжет малышевой и доктора как всегда недопонимают что происходит лично мое мнение поэтому я собираюсь просветить надеюсь что доктора посмотрят это видео и может быть задумаются и так что такое аневризма аорты это разрыв аорты которые происходят по двум причинам есть еще третье но главных две значит первая причина это высокое давление про высокое давление очень много у меня видео есть посмотрите поищите как нормализовать давление и вторая причина это ослабление стенки аорты и про ослабление стенок аорты никто ничего не знает вот ну наверно кроме меня поэтому я сейчас вам расскажу и то что я буду вам рассказывать вы не найдете нигде и так когда организм строит какую-то ткань мышцы или стены сосудов он использует белок а белок состоит из 20 аминокислот и получается так что если в организме недостаток хотя бы одно из них то вот это вот ткань не может строить с организмом то есть каждый белок например мышечная ткань состоит из 20 аминокислот в определенном процентном соотношении одно именно кислоты нет все значит мышцы не строится точно также и сосуды вот значит что в связи с этим нужно делать но нужно человек должен иметь правильное количество белка которое он употребляет при этом мясо очень плохой источник белка слишком много негатива идет негативных факторов оптимальным источником белка является вей протеин это сывороточный протеин изолят вот это то что я использую и он очень близкий по составу человеческому и если человек его употребляет то у него ослабления стенок сосудов не будет значит я разговаривал с американцем сердечным хирургом и он сказал что стенки сосудов у вегетарианцев очень слабые то есть он их оперирует и он это все видит и знает и в этом есть в общем-то железная логика если вегетарианцы не получают достаточное количество белка соответственно организм не может строить какие-то ткани вот прекрасно знают об аминокислотах бодибилдеры поэтому если вы хотите более детально выяснить этот вопрос вы можете поговорить с ними и или пойти на форумы бодибилдеров и почитать какие-то статьи на эту тему вот еще третий фактор который был упомянут на передачу в передаче малышевой это отложение склеротич холестерольных бляшек на стенках сосудов и я не знаю имеет ли это какое-то действие на аневризму вот от этого скорее всего происходит инфаркт инсульт но не аневризма поэтому я бы только два фактора это давление и ослабление стенок сосудов все пока ну естественно даренко не занимался никак своим здоровьем он не занимался судя по его внешнему виду у него было лишних килограммов 25 он не занимался никакой физической активности у него не было физической активности никакой а катание на мотоцикле это никак нельзя назвать физкультурой все пока